Большие вызовы под таким названием прошла проектная программа в образовательном центре «Сириус». Каждый месяц туда съезжаются около 600 детей из регионов России. В июльской смене принял участие Дмитрий Якутов из Чувашии, причем в роли преподавателя. Дмитрий Якутов всего пару месяцев назад выпустился из МГТУ имени Баумана и уже попал в число лучших юных ученых страны. Получить приглашение в образовательный центр «Сириус» непросто, а если тебе еще и доверили обучать участников, почетно. Дмитрий Якутов помогал ребятам познать электротехникум и параллельно развивался сам. Это лаборатория «Матрешки». Мы там сидели 25 дней, разрабатывали прототип беспилотного автобуса. Вот мелькает сам автобус. Но большой автобус детям никто не доверяет, поэтому нам дали уменьшенный вариант автобуса. Взяли мы электрические баги, которые делали уже беспилотные. Баги достаточно мощные, развивают 100 км в час, может до 10 лошадиных сил. Но такую вещь никто нигде еще не делал, мне кажется. Юные программисты, электронщики, инженеры-конструкторы в течение трех недель совершенствовали техническое зрение автомобиля, укомплектовывали его разными датчиками для реагирования на плохие погодные условия и аварийные ситуации. Финальный этап – испытание автобуса на маршруте с препятствиями. Вот эта вот платформа, которую мы разработали, она универсальна. Можно ее поставить вообще на любой автомобиль, хоть на «Ладу Калину», хоть на «Ладу Приору», хоть на автобус. Потому что вот этот вот баги, он повторяет обычную схему автомобиля. Попробовать разработку в реальном мире участники смены предложили президенту нашей страны Владимиру Путину в эфире недетского разговора. И мы знаем, что у вас есть автомобиль «Волга». Вы хотите сделать ее беспилотный? Беспилотный? Да. Наша команда готова за это взяться. Не разобьешь мне «Волгу», нет? Нет. Хорошо, давайте. Не хотим это сделать. Договорились. Это было бы отличным подарком для нас всех. Договорились. Осуществить задумку желающих много. Так что если ребят еще раз пригласят в «Сириус», работы у них прибавятся. И, возможно, в ближайшем будущем мы сможем сами прокатиться в беспилотном автобусе. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.